Казахстан Казахстанские делегаты пока еще не сказали. Наш специальный корреспондент в Нью-Йорке Арман Алибек попытался узнать, что наша республика предложит мировому сообществу. Сейчас он вышел на прямую связь со студией. Итак, Арман, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Арстан Майя. С основным докладом от нашей республики завтра на сессии Генассамблеи выступят имена Умаров. На повестке дня обсуждение инициатив Казахстана и, естественно, главное из них убедить мировое сообщество присоединиться к декларации о создании безъядерного мира. В чем плюс этой инициативы в том, что мы призываем все страны к тому, чтобы они отказались от ядерного оружия, которое является на сегодняшний день одной из больших угроз безопасности всего мира. Это достаточно понятная и ясная позиция. Мы сейчас ведем переговоры со всеми странами с тем, чтобы мы могли получить консенсус или большинство стран, чтобы проголосовали за такую резолюцию. Страны, обладающие оружием массового уничтожения, по-прежнему хранят молчание. Пока ни одна ядерная держава не объявила о готовности расстаться со своим арсеналом, но тему эту активно обсуждает в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи. Я считаю, что Казахстан один из самых хороших примеров для всего мира, что надо делать в области нераспространения. Я только что получила новое заявление об нераспространении ядерных оружий, так что мне надо просмотреть, конечно, прочитать и поговорить с моими коллегами в Вашингтоне. Но нет вопроса, что для Казахстана нераспространение – это как первый приоритет. Вы продемонстрировали лидерство в установлении дня против ядерных испытаний, который отмечается и празднуется каждый год в ООН. То есть Казахстан играет очень важную и конструктивную роль в этих сферах в ООН, вдобавок к другим сферам деятельности. Между тем, Соединенные Штаты намерены основательно приступить к тщательной проработке вопроса размещения банка ядерного топлива на территории Восточного Казахстана. Если потребуется, даже готовы помочь убедить население в безопасности хранения природного урана. США готовы поддержать любое решение Казахстана и работу Казахстана с местным населением. Это для нас приоритет. В то же время мы считаем, что решение это носит международное значение. Это решение международного сообщества по предоставлению ядерного топлива и ядерной энергетики тем странам, которые бы хотели иметь ее в своем развитии. Мы поддержим любое решение, любую инициативу внутри Казахстана, между правительством и местным населением по решению данного вопроса. Помимо разговоров о создании безъядерного мира, в Нью-Йорке не забывают и об афганской проблеме. В то время, когда вся Центральная и Южная Азия озабоченно говорят о возможном выводе в 2014 году военного контингента из территории Афганистана, США уверенно заявляют, что побороть главную угрозу наркотрафик и экстремизм они смогут, но уже не без участия партнеров из УДКБ. У меня к этому часу все. Майя, Арстан. Спасибо, Арман. Я напомню, что на прямой связи со студией был Арман Алибек.